Всем привет! С вами Велфикс.ру. Недавно мы делали обзор портативной колонки Xiaomi Squarebox и которая оказалась очень даже крутая. И сегодня мы решили продолжить эту линейку и сделаем обзор на усовершенствованную версию колонки Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2. С упаковкой все как обычно. Белый картон. Единственное отличие это изображение этой колонки в трех разных цветах. Кстати, продается она в этих же самых цветах. В синем, в золотом и в таком красно-розовом. Комплектация также очень проста. Сама колоночка, инструкция. Как вы думаете на каком языке? Конечно на китайском. И кабель зарядки как обычно в комплекте отсутствует. Раньше в предыдущих версиях еще был в комплекте чехол, но к сожалению при последних поставках чехол отсутствует и она комплектуется просто в обычный полиэтиленовый пакетик. По поводу кабеля это не критично. Она заряжается обычным кабелем microUSB. В наше время он есть практически в любом доме. Не на обзор попалась колонка синего цвета, яркая, очень насыщенная и я бы даже сказал вызывающая. Хотя если честно, цвет мне очень нравится. Выполнена она из анодированного алюминия. На передней части за перфорированными отверстиями находятся два динамика по 3 ватта. Боковые части, на которых находятся кнопки управления, сделаны из пластика. На нижней части колонки находятся как всегда две прирезиненные ножки, которые придают колонке устойчивость. Изготовлена колонка очень качественно, нигде ничего не скрипит, не трещит, не болтается. Габариты колонки увеличились по сравнению с первой версией. Ее размеры 168 на 58 на 24,5 мм. Вес всего 270 грамм. Подключается она по блютуз с рабочим расстоянием до 10 метров. При моем испытании она справилась с этим расстоянием через одну стенку. Рабочая температура от 0 до плюс 45 градусов. Встроенный аккумулятор увеличился в объеме до 1500 мАч. Продолжительность работы отстроенного аккумулятора до 8 часов при средней громкости. При моем тестировании колонки хватило на 7 часов при максимальной громкости. Время полной зарядки аккумулятора 2,5 часа. В этой колонке находятся два динамика по 3 ватта, проигрывающий звук в частотном диапазоне от 85 Гц до 20 кГц. Перейдем теперь к блоку управления. В отличие от предыдущей версии, которую можно было управлять только при помощи телефона, на блоке управления появились кнопки. Соответственно, использовав SD-карту, вы можете спокойно использовать этот гаджет как просто переносную колонку. На этой стороне находится кнопка управления. Для включения колонки необходимо зажать эту кнопку на несколько секунд. По кругу этой кнопки горит светодиод. Если он мигает, то колонка ожидает сопряжения. Если она горит, то сопряжение осуществлено. Ниже находятся кнопки регулировки громкости. При длительном их зажатии происходит перемотка трека. Ниже кнопка заряда, но она ничего не показывает, а только голосом сообщает уровень заряда. И сообщает она это только на китайском языке. Другого языка настроить не получится. Вообще, все голосовые сопровождения, в том числе при включении колонки, осуществляется исключительно на китайском языке. Xiaomi выходит на мировой рынок, но при этом не могут добавить несколько голосовых оповещений на английском языке. Это же ничего не стоит. Печаль. Ну что поделаешь. Также при длительном зажатии этой кнопки можно сбросить настройки Bluetooth. На противоположной стороне находится главное отличие от предыдущей версии, а именно разъем AUX, то есть теперь можно музыку слушать не только с телефона, но и с других любых устройств. И разъем для microSD-карты, то есть теперь можно залить музыку на SD-карту и слушать ее отдельно, не разряжая совсем телефон. Также на этой стороне находится разъем для зарядки и микрофон. Да, именно микрофон. Эта колонка может работать как гарнитура. Правда, работает она некачественно. Голос собеседника различить непросто, а передается голос с большим количеством шумов. Поэтому воспользоваться этой функцией полноценно не получится. Если вам не нужно столько наворотов, я советую вам присмотреться к Xiaomi Squarebox. Она управляется только при помощи телефонов и у нее только одна кнопка на корпусе, которая включает-выключает колонку и ставит трек на паузу. У нас есть обзор на эту колонку, поэтому советую вам ее посмотреть. Ссылку я оставлю вот здесь и, конечно, в описании. Теперь о звуке. Колонка сполна отрабатывает свои деньги. На максимальной громкости никакого треска и песка. Колонка отлично справляется со всеми диапазонами частот, начиная от низких и заканчивая высокими. Она отлично справится со своей задачей где-нибудь на пикнике, пляже или на домашней вечеринке. Акустическую систему из двух таких колонок сделать не получится. Такие функции не предусмотрены. Хотя очень жаль. В JBL, допустим, это возможно. За счет своего большего веса и размера, по сравнению с Xiaomi Squarebox, она более устойчива. Хотя, на мой взгляд, низкие частоты выдают намного лучше. Я тут решил посмотреть конкурентов этой колонки в этом ценовом сегменте и понял, что их практически нет. Либо они очень сильно отстают. Самый ближайший преследователь – это колонка JBL GO. Но заряд она держит в два раза меньше. Теперь давайте рассмотрим все плюсы и минусы. Плюсом я бы отнесла. Чистый и громкий для своих размеров звук, длительное время работы от аккумулятора и быстрая зарядка, дизайн и наличие металлического корпуса, функциональность, а именно наличие AUX-разъема и слота для SD-карты, а также возможность управления без помощи телефона только исключительно при помощи кнопок управления. К минусам я бы отнес. Микрофон, который работает совсем не важно, отсутствие в комплекте кабеля зарядки, но и уведомления, которые транслируются только на китайском языке. Если вам понравилась колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2 и вы хотите ее приобрести, вы всегда можете это сделать в нашем магазине welfix.ru. Ссылка, как обычно, будет в описании. Не забывайте то, что они бывают в трех цветах – в золотом, в синем и в красно-розовом. Если вам понравился наш обзор, поделись с ним другом, возможно, он тоже ему будет полезен. И не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Всем peace!